Приветствую вас, братья и сестры. Мы вновь пришли сюда, чтобы услышать о том, какой наш Бог. И я хотел бы проповедовать на тему о Божьей помощи и защите. Брат рассказывал о конференции. Я не смогу быть, болел, но уже много что прослушал. Мне очень приятно было услышать статистику. Братство наше растет, почти на тысячу выросло, 75 с лишним тысяч. Численность братства 75-600. Крещение в этом году выросло, несмотря на пандемию, какие-то ограничения. Мне значительно больше крещаемых в этом году было почти 3000 человек, без там нескольких. Знаете, почему? Почему люди идут в церковь? Почему мы сегодня пришли? Почему люди к Богу обращаются? Потому что с Богом очень хорошо. И вот об этом я хотел еще раз напомнить, порассуждать. О Божьей помощи и защите. Первый текст прочитаю, Псалом 45-й, очень известный такой, мне кажется, многими любимый стих, второй стих 45-го Псалма. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Скорый помощник в бедах. Я часто говорю такую фразу, считаю нас, верующих, особо привилегированными людьми. Потому что что может противопоставить неверующий человек бедам надвигающимся или встречающимся в жизни человека? А их так много, этих бед, всяких проблем, каких-то переживаний, тревог каких-то. А у нас, верующих, такая надежда. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. И второй текст, он немножко расшифрует или, может быть, даже немножко смутит. На первый взгляд, я буду читать из Нового Завета, значит, и порассуждаем о принципах Божьей помощи и защиты. Мы иногда себе немножко неправильно представляем эту помощь, или планируем, или ориентируемся, или рассчитываем на какую-то помощь. И не всегда по нашему сценарию развивается эта помощь и защита. А вот теперь текст. Мне кажется, у некоторых он вызывает вопрос, почему так поступает Бог. Вот кто хочет, откройте, и мы будем рассуждать. Тоже достаточно известный для нас, читающий Библию, текст. Луки, 18 глава, первые восемь стихов. Луки, 18.1. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря. Это проповедь Иисуса Христа. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила. «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» Не знаю, уловили ли вы вопрос, который противопоставляет немножко первому прочитанному стиху. «Бог скорый помощник в бедах?» А здесь мы прочитали, Христос говорит, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Господи, ну что ты медлишь? Ну так хочется задать вопрос, ну почему? Мы так хотим, чтобы ты нам быстро помогал. Вот как в первом стихе, «скорый помощник в бедах». Иеремия 33, 3. «Возови ко мне и услышу». То есть, это я с 90-го. Ну в общем, мы знаем много обетований, когда нам Бог помогает. И вы знаете, нам так нравится эта тема, эта мысль, что нам иногда кажется, что Бог должен, обязан помогать и быстро. И Священное Писание говорит нам «скорый помощник в бедах». А вот второй текст мы прочитали, «Хотя и медлит защищать их». Вот я хотел немножко об этом порассуждать на нескольких библейских примерах, ну и жизненных. Наверное, все, многие, мне кажется, что все, ну вот многие слышали это выражение, «Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает». Бог не спешит. Это мы спешим. Нам хочется быстро. Вот сейчас на примерах мы посмотрим. Как-то вот «Бог не спешит, но никогда не опаздывает». С группой Евгения Кифоровича Пушкова однажды был случай, они ехали в дальнюю поездку по благовестию, это было немало лет назад, и он рассказывал, как с ними приключилась такая ну очень непредвиденная, незапланированная проблема, даже не проблемка, а проблема. Тогда они, это было очень давно, начало их служения, они ездили еще на большом автобусе, их группа, и когда нужно было переправиться по одной северной реке, автобус заехал на паром, так как автобус очень тяжелый, то когда автобус зашел, а двигатель сзади, паром опустился, и двигателем опричал, ударился этот автобус, картер, куда заливается масло, двигатель, лопнул, масло вытекло, крайний-крайний север, у нас, говорит, расписан маршрут, ну до часа, и все, и мы остановились, и думаем, что делать, тягачом вытащили наш автобус обратно на причал, потом посоветую, что там пустырь такая, жуткая, нам сказали, нельзя вам здесь оставаться, вы тем более с женщинами, с девушками, тут небезопасно все, и в общем он рассказывал эту историю, и говорит, нам так стало тяжело, в общем мы обратно на паром, переправились, а дальше ехать не можем, а все расписано, впереди очень далекий путь, и много служений, что делать, что делать, и вот стоим мы, собрались в круг, я говорю водителю, он тоже был служителем, Петя, помолись, он говорит, Евгений Никитирович, не могу, так стало нам всем тяжело, от этой ситуации, ну просто тупиковой, вот что делать, не могу, а потом он говорит сестре, расскажи стих, и там, я помню, он рассказал первая строчка, ну тоже известный стих, я знаю, Бог не ошибается, я знаю, Бог творит, что нужно, и дальше там, на эту тему, и говорит, мы послушали, кто-то прослезился, и как-то ободрились, и потом он рассказывает, что вот как раз эта ситуация, очень тяжелая, послужила огромным благословением в нашей, вот этой поездке, через эту проблему, они познакомились с одними очень важными людьми, через которых было устроено дальнейшее их путь по крайнему, крайнему северу, ну кто-то может слышал этот пример, значит мысль, я знаю, Бог не ошибается, подаст защиту, Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Друзья, несколько библейских историй, Авраам в книге Бытие описывается, когда было Аврааму 75 лет, он выходит из ура Халдейского, ему было 75 лет, в Бытие 12 главе это описано, и Бог ему говорит, Авраам, от тебя произведу огромный народ, у тебя будет много наследников, и пошли годы отсчета, я не знаю, есть ли в зале такие семьи, у которых детей нету, у меня много детей, но я встречаю иногда, вот друзей поженились, детей нету, год нету, два нету, я говорю, как дела, жена плачет, всегда жены плачут, я не знаю, сколько Сара выплакала слез, ему 75 лет, она на 10 лет младше, 65 лет, детей нету, и Бог сказал, у тебя будет сын, от Сары будет сын, прошел еще год, еще 5 лет, ему уже 80, а потом 85, а потом, вы помните, через сколько лет Бог исполнил свое слово? 25 лет Моисею пришлось ждать рождения Исаака, это непросто, почему так Бог делает? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя им медлит? Господи, ну почему ты медлишь? Ну, Авраам, это что, ты его назвал другом? Да, но над другом надо еще много поработать, чтобы он стал отцом всех верующих, и за эти 25 лет Авраам как раз таки вот стал тем Авраамом, которого знает весь христианский мир и не только христианский, все, ну, три основных религии и ислам, и христианство, и иудейство, они очень почитают Авраама, очень почитают. Знаете, почему? Потому что вот в эти 25 лет, когда Авраам ждал и верил Богу, 15.6 Бытие написано, поверил Авраам Богу, Господу, и это вменилась ему в праведность. 16.6 описывает что даже такой муж веры, как Авраам, у него были сомнения. Вот нельзя идеализировать даже таких мужей, как Авраам. 16.6 глава описывает рождение Измаила. Вы что думаете, это был шаг веры? Это была ошибка? И со стороны Сары, и со стороны Авраама. Сколько потом проблем, сколько сейчас проблем от измаильтян. для народа Божьего. 16.6 А потом в 18.6 главе 14 стих там написаны такие слова. Тот урок, который Авраам должен был понять, есть ли что трудное для Господа. и в 100 лет Авраам берет на руки сына Сары, которой 90 лет. Ну, кто не знает, думает, да, тогда, может быть, там рождали, так нет. К тому времени уже они не способны были рождать. Об этом подробно написано. Это было огромное чудо, огромное. почему-то Бог медлит. Вот, ну, я немножко сказал, почему. Иосиф сказал Бог Иосифу через сны, сказал ему, пророчество открыл. Прошли 15 трудных лет жизни с 17-летним мальчишкой, ну, так вот можно сказать, мальчиком, мальчишкой, он продан в рабство, он прошел этот тяжелейший путь, о котором было сегодня упомянуто. Сначала продан в рабство, там этот дом Патифара, это злая женщина, потом тюрьма, и только почти в 30 лет он предстает перед фараоном и и становится премьер-министром всего Египта. 15 трудных лет жизни Иосифа. Знаете, почему? Господи, ну, почему ты, ну, Иосиф, ну, такой вот интереснейшая история Иосифа. Ну, неужели ты его не любишь? Ну, почему ты не поможешь? Ну, смотри, ну, трудно, в рабство попал, еще и в тюрьму, еще и все труднее, труднее. А Господь шлифует Иосифа. Вы знаете, я вырос в христианской семье, все выросшие в христианских семьях, вот на этих историях выросли. История Иосифа, история Даниила, Моисея, Авраама, прекрасные мужи. А что, им легко жилось? Господи, ну, почему ты не поможешь Иосифу? Ну, вот он говорит этому, кого вернули, виночерпия вернули, ты вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. А он забыл. Как хорошо, что забыл. Если бы он вспомнил, ну, максимум бы он посудомоем его устроил на кухне фараона, вот этого Иосифа, раба еврейского. Нет, нет, Иосиф, не для этого ты сюда попал, чтобы посудомоем служить. Вот так мы спешим. Вот как Авраам поспешил, ошибку сделал с Измаилом. Иосифу тоже было непросто. Он говорит, ну, вспомни обо мне, вспомни. Хорошо, что не вспомнил, да? Давид пасет овечек, юный Давид, пришел на фан, то есть Самуил, простите, Самуил зовут Давида от стада, тут праздник дома, что такое? А он младший, так вот, младшие всегда работу какую-то выполняют, такая, ну, как-то, ну, ниже рангом, он ниже рангом, младший в семье, я тоже один из младших. У нас все мальчишки были, одна сестра. я все детство мыл полы, мыл посуду, ну, такую девчачью работу, старшие ж не будут делать, ну, вот я там всю жизнь посуду мыл и полы мыл. Вот, и он пасет, позвали его, праздник в семье, приходи, Давид. Самуил берет рог с елеем, помазывает его в цари. Это было что-то, ну, ну, никто не мог представить, что это так вот произойдет в семье Иесея. И что изменилось? На следующий день Давид, быстро вставай, иди там, баранов, овец, спаси своих. Вчера рог с елеем со вчерашнего вечера, он царь Израиля, помазанный пророком по Слову Божьему. Да, возвращается, овечек снова пасет. Прошло 13 непростых лет, пока его воцарили. Много было историй. Много он должен был там научиться. Какие-то псалмы он написал, так предполагают там у овечек, Господь пастырь мой, а где он мог это написать? Сильнейший псалом, Господь пастырь мой. Сколько тысяч миллионов людей ободрились этими словами в процессе истории. А там вот возле овечек он должен был это понять. А потом он приходит на поле сражения, а там огромный этот великан трехметровый, ну, простите, дядина ходит и поносит Израиля. Вы помните, сколько дней? Сорок дней. И за дня в день поносит Израиля. Бога Израилева поносит. Вот я так подумал, думаю, Господи, ну, неужели нельзя было сократить вот эти сорок дней? Ну, как-то там нас иногда удивляют Божьи сроки, Божья как-то арифметика такая, вот она не вяжется с нашей или, конечно, наша с Божьей. Нам-то кажется, что Божья с нашей, а на самом деле просто наша с Божьей не состыковывается. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Почему Ты медлишь, Господи? Так надо. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Да, может быть, еще нужно тебе слез пролить от неправильного отношения мужа, жены, детей, соседей, может быть, несправедливо отношение на работе еще где-то. Господи, ну где ты есть? Ну почему ты за нас не заступаешься? Почему там дом в Архангельске рушат молитвы? Или еще что-нибудь происходит? Я знаю, Бог не ошибается. Божья помощь и защита, она очень своевременна. Только этим временем давайте позволим распоряжаться Богу. Когда Он сделает, Он сделает идеально, хорошо, лучше не придумаешь. Но Он нас часто подводит вот к этой грани, к краюшку пропасти, чтобы мы что-то увидели, о чем-то попереживали и так далее. Ну и последний библейский сюжет, конечно, о каждом можно праведнике. Моисей сказал Бог, ты выведешь народ израильский из Египта, ты приведешь его в землю обетованную и так далее, и так далее. Вот я ее еще Аврааму обещал. Прошло целых 40 лет, пока Бог исполнил это слово, данное Моисею. И так было много, много раз. Десять дев ждут жениха, ждали, ждали, дождались? Нет, не дождались, заснули. Я сначала написал пять, а потом думаю, все заснули, все десять заснули. Братья, сестры, нам часто говорят, смотрите, какая сейчас ситуация в мире, все говорит о том, что последнее время, что делать будем, братья, сестры? Ну, кто-то говорит, написано, все задремали и уснули, спать будем. Да нельзя спать, конечно, нельзя, это очень опасно. Вот, ждать нужно. Ну, а сколько можно ждать? Сколько можно ждать? Вот говорят, вот-вот Христос придет, а Он все не приходит, а Он ведь придет. Есть такое выражение, ну, там, люди, такое, может, не очень всем понравится. Не переживай, я держу руку на пульсе. Вот так и хочется сказать. Бог держит руку на пульсе мировых часов. Бог абсолютно всем управляет и в глобальном, и в самом, самом мизерном. Меня впечатлили книги последние, я думаю, вы многие прочитали, «Ограда из драгоценных камней», вот автобиографии братьев-служителей, читаю, думаю, какая трудная жизнь. Такие братья, ну, восторг приходят от этих биографий, а какая трудная жизнь. Почему так? Почему так Николай Ерофеевич Бойко, когда он в этой зоне, где всех ломали или убивали, вот, недавно слушал снова там пример его, о нем вернее, когда его уже полумертвым выводили, он уже не мог ходить, и начальник зоны так ехидно спрашивает, «Бойко, а ты сдал?» А он там постился через день, и от голода, изнеможения, и ужасных обстоятельств, уже стоять не мог, не то, что идти, стоять не мог, его выносили, вот, под руки с этой зоны, а он отвечает, «Да, сдал начальник, но не сдался». Это был тоже промысел, потому что, если бы его не вынесли, то его бы там закопали. Это самая страшная зона была в то время, ну, кто знает эту историю, его биографию, и другие, многие примеры, вот, итак, друзья, мы сейчас помолимся, мы сейчас помолимся, знаете, о чем хочется сказать вам, я думаю, вы все поняли мою мысль, мы с вами очень счастливые люди, потому что мы в Бога верим, в настоящего, живого Бога, который не просто как-то в теории, так, как-то абстрактно, где-то там присутствует, кто его знает, ну, так, как люди себе представляют, где-то что-то есть, нет, очень, очень ярко, очень конкретно, очень практично в нашей жизни, в жизни верующих людей, мне бы хотелось, чтобы каждый из нас это на себе мог ощущать. Мы имеем на это право, и я бы хотел, чтобы те, у кого вера, может быть, пошатнулась, или как-то вот, ну, пошатнувшаяся вера, она переходит в какие-то претензии, ну, сначала вопросы, Господи, ну, почему ты медлишь, а потом переходит уже в претензии, ну, ну, как-то надо не так, ты там пошевелись, ну, извините, так чуть-чуть, но вот так, вот так вот бывает, пошатнувшаяся вера рассуждает, не так нельзя, надо склонить голову и сказать, Господи, ты сделаешь все вовремя, я тебя благодарю, прославляю, даже тогда, когда кажутся обстоятельства, ну, тучи сгустились до невероятности, Божья помощь и защита, она приходит всегда вовремя, мы помолимся сейчас Богу, поблагодарим Его за это, поклонимся Ему, те, кто еще не имеет таких близких отношений с Богом, вот в этой истории про этого судью, там, она заканчивается такими словами, защитит, а потом пришед на землю, найдет ли веру на земле, он нас хочет видеть, эту веру, доверие Богу, те, кто еще не имеет таких отношений с Богом, тесных, таких близких, родственных, я вам хочу сказать, спешите в объятия Христа, с Ним так хорошо, слава Богу, аминь, помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok